Весна не только пора цветения. Вместе с ней приходят авитаминоз, истощение сил, обострение воспалительных процессов. И главный помощник в борьбе с этим неизменным весенним букетом. Не только полезный, но и вкусный источник витаминов, минералов и ферментов. Мед. Продавец-консультант правильно объяснит, как нужно употреблять мед. Не только для еды, а еще как правильно оздоровить свой организм после зимнего времени к лету. Индийскую поговорку «мед укрепит слабое сердце, слабый мозг и слабый живот», подтверждают ученые. Природные лекарства применяют при всех видах кишечных расстройств, артрите и кашле. Это натуральный и невероятно полезный продукт, который снимает боли, успокаивает и расслабляет. Я всегда в теплой, чуть теплой водичке чайную ложку меда развожу и на ночь выпиваю. Я сплю тогда хорошо и ничего меня не беспокоит. Впервые на выставку привезли и редкие сорта со всей России. Всего более 50 видов лакомства на любой вкус и кошелек. А в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией организаторы ярмарки устроили для покупателей выгодную акцию. Акция. Цена начинается от 249 рублей за литр, за кило 400 в баночке. И также она продолжается до 1400. Самый дорогой мед – это уже конкретно человеку восстановить иммунитет. Здесь очень хороший выбор и хорошие продавцы, которые могут посоветовать, какой лучше выбрать мед и по качеству, и по цене. Не только покажут и расскажут, дадут попробовать и не только. В ассортименте не только мед, но и продукты пчеловодства. Это как комплекс всех витамин, микроэлементы, которые способствуют обмену веществ. Также вот маточное молочко имеется. Это вот для иммунной системы, полностью восстанавливаем иммунную систему. После зимы организм ослабленный, нужно его восстановить. Все новости о мире пчеловодства, полезных свойствах меда и не только можно узнать в газете «Севастопольский улей». В честь весенних праздников редакция подготовила акцию, победитель которой получит денежный приз в размере месячной пенсии. Редакция предлагает 15 вариантов подарков, которые нашим подписчикам нужно угадать. Их назвали «Севастопольские мужчины». Это подарки, которые мужчины дарят женщинам на 8 марта. Я читаю от корочки до корочки. И даже кроссворды разгадываю все время. Очень интересно. Для пенсионера вообще прекрасно. Сижу все время, по нескольку раз его листаю. Гостей ярмарки ждут до 25 марта с 9 утра до 5 вечера в торговом зале «Казацкого меда» на улице Пожарова, 21, остановка Галины Петровой. Александра Толкачева, Деливер Меджитов, информационный канал «Севастополь». Субтитры создавал DimaTorzok